Всем с добрым утром! У нас пасмурное утро, у нас был дождь ночью, что было очень приятно спать. Тренька уже проснувшаяся, она проснулась достаточно рано. Я даже чаю не успела попить. Она пришла и составила мне компанию. Как мне повезло. С добрым утром! Кому мама моя надо? Вот она в своей сфере рабочей, как всегда. Мама пришла пораньше ко мне. Сейчас уйду. У меня встреча с доктором уже после часу. У них там столбы для электричества. Меня двигают на парковке. Она говорит, что надо оттуда текать, а то придется машиной двигать и так. Вот ко мне подмога приехала. Бабушка вот принесла ланч. Сейчас мы его приготовим. Она его только начинила. Вот тут внутри и креветки, и крем-чиз, и укроп, и еще что-то там. В общем, будем кушать. Итак, наш ланчик готов. Вот эти ракушки. Холодец мы с мамой доедаем. И оливье последнее. И холодный чай. Всем приятного аппетита, кто есть. Итак, я вот иду к доктору. Мы уже покушавшие. Я уже еще на выходе. Бабушка с треницей вышли кататься на велосипеде. Где-то здесь на улице. Чего-то я их не вижу. В общем, я поехала. А вон и мои красавицы идут. Смотрите, моя сладкая. В общем, а у нас достаточно прохладно. Видите, она в пальтишке, в шапочке. Бабушка Маша. Митренькая даже не знает, что я снимаю. Я на парковке около доктора иду. Я надеюсь, что это не возьмет так долго, как в прошлые разы. Так как детей мне забирать надо отсюда выехать хотя бы без пяти-три. Так что аппетит у меня в час пятнадцать. Итак, двадцать девятый ноября. Это я. Пять месяцев беременная. Пять месяцев и четыре дня. Да, достаточно уже большой. В общем, буду ждать в своей очереди. Итак, я теперь в маленькой комнате ожидания. Меня уже медсестра измерила. И давление, и вес, и всё такое. Спросила вопросы. Так что жду доктора. Что достаточно таки быстро по сравнению с прошлым разом. Всего взяла каких-то полчаса. И я уже здесь. Удивительно. Сорок пять минут, и всё закончено. Я иду. Итак, я поговорила с доктором. Он, не знаю, рассказывал я когда-нибудь или нет, что для женщин, рожавших, у которых было кесарево, и хотят теперь рожать натуральным путём, влагалищным, сейчас очень трудно найти доктора, который на это согласится. Или которому позволяет его страховая компания. Доктор, с которым я сейчас нахожусь, его страховая компания ему не позволяет это делать. В общем, это началось, это началось, когда вот я была беременна с Габриэлом, вот когда я была беременна со вторым ребёнком Джульетой, мне наоборот все, все наоборот говорили, ты сможешь, давай, попробуй, та-та-та. Все только мне подбодряли на этот счёт. Когда я уже была с Габриэлом, все начали ко мне относиться, как будто я делаю какое-то преступление, что я вообще делаю какой-то необдуманный шаг. В общем, это потому, что страховые компании, которые страхуют практику, докторскую практику, они начали давить на докторов, чтобы это не делать из-за риска, что может матка лопнуть или ещё что-то такое. В общем, риск есть, да, и мы подписываем бумажки за это и всё такое, но также очень большой процент мам, которые пробуют это делать, у них всё получается. Это всё в зависимости от шва, какой шов у них был. Шов у меня был горизонтальный, что, в общем, очень благоприятствует родам натуральным. Плюс я уже рожала четыре раза таким путём, и всё отлично. В общем, мой доктор не может принимать такие роды. Мой предыдущий доктор, он принимал роды со Скарлетт, но уже когда я была с Тринити, он не мог принимать роды, потому что его страховка поменяла. В общем, что-то у него поменялось, и он говорит, если я приму роды у тебя таким образом, я могу потерять свою практику и перестать быть доктором. Ясное дело, что я не хочу, чтобы это случилось с ним, но он сделал так, чтобы я попала в больницу в то время, когда на дежурстве был доктор, который принимает вагинальные роды после Кесарева. В общем, мой теперешний доктор сделал то же самое. В общем, хочет сделать то же самое. Он позвонил той же самой докторше, которая принимала Тринити, и с ней поговорил, и она говорит, что всё нормально, отлично, только дайте знать, когда уже подойдёт время ближе к родам. И напомните мне об этом, и в общем, так что ура-ура, я рада, что она до сих пор ещё работает в больнице, и потому что теперь даже не только что доктора не могут принимать, некоторые больницы полностью отказываются принимать такие роды, ну, от таких пациентов. В общем, я говорю, вот, у меня это уже шестые роды, и такое ощущение, что с каждым ребёнком это сложнее и сложнее. До этого, когда вот с Габриэлом мне пришлось, одна клиника от меня просто отказалась, потому что я отказалась делать Кесарева. Они забрали все бумажки и, в общем, сделали так, что я чувствовала себя как будто вообще безумная мамаша. и отправили меня в путь, короче. Но, слава богу, одна из медсёстр, она слышала, как я хочу рожать нормально, и она дала мне номер доктора, у которого была страховка на опасных пациентов, оказывается, я опасный пациент, в общем, рискованный пациент. И я пошла к этому доктору как уже приватный, частный пациент. У нас в то время не было страховки в клинике, в которой мы были, мы бы платили в зависимости от зарплаты моего мужа. У этого доктора нам пришлось платить полную цену, как любой другой пациент. Ну, господь милости, всё получилось, мы смогли оплатить эти роды, и я родила своего мальчика без операции. Да, я бы могла согласиться на операцию, но когда уже ты знаешь, что ты можешь родить натурально... Операция есть операция, хотя такую операцию уже делаю так часто, но всё равно... Почему я должна соглашаться, чтобы меня резали, когда я могу родить, правильно? В общем, я рада, что мой доктор поговорил с доктором, который будет принимать роды, и всё. Так как мой визит к доктору прошёл быстрее, чем я ожидала, у меня есть экстра некоторое время на рукав, поэтому я решила попыти домой, заеду сейчас в кладовую и оплачу наше место, там, где мы... Нашу парковку, там, где мы паркуем наши экстра-машины, потому что мы такие крутые. В общем, у нас ещё этот домик на колёсах там стоит, но, в общем, не главное. Так что оплачу это, и потом уже поеду домой. В общем, успела я прийти пораньше, что могла отпустить бабушку пораньше, и это самое, что не пришло ждать меня. А то я думала, что мне придётся после доктора сразу ехать в школу, и ей придётся сидеть с малышней, с малышкой, это сам. В общем, я хочу сейчас сварить пельмени, потому что на ужин я хочу делать чили, такой суп американский с бабами, фаршем, он немножко и совсем острый, но там так и есть специи интересные. Ой, куда моя тряпка делась? А Габриэл у меня бобов не любит, и специи тоже. Так что я ему сейчас сварю пельмени, он их любит жареными, так что я их сварю, подсушу, чтобы к тому времени, когда начнётся ужин, я их пожарю, и всё, будет готово. Окей, Габриэл побежал за Скарли. На удивление, Тренти не заснула, хоть и проснула сегодня раньше, играла с бабушкой достаточно долго во дворе. Сидит, как ни к чему не бывало, да, Тренька? Короче, дети уговорили меня поиграть на площадке, хоть у нас и прохладно, и дождь был ночью, и мокро. Ну, им пофиг. Скарлидт играет с пацанами, это Габриэл. Чудо, в теории. Окей. Мы играем в футбол. Мы одеты для футбола, видите, так. Леди футбол. О-о, продлёнка выходит, нам надо уходить. Окей, what do you gonna do? Эй, I thought you're kicking for me, we need to go. The aftercare's here. Ой, молодец, ой, молодец. We gotta go, Си-си. Gotta go. Итак, мы дома. Пельмешки мои уже подсохли, готовы для жарки. Чили. Уже это самое, тоже уже готово. Сейчас поставлю просто на маленький огонь. И пусть ждёт того, кто хочет это есть. То есть, девчонок и моего мужа. Сегодня у нас холодный день. В общем, даже неплохо для такого блюда. У кого чего, кто-нибудь будет, кто-то будет есть горячий супчик, то есть чили. А я, мне такая погода, это надо чай. Ну, чай, конечно, у меня каждый день, но сейчас он ещё экстра вкуснее, когда холодно на улице. В общем, завариваю чаёк. Это самое, буду сейчас балдеть, потому что знаю, что через пару часов, даже меньше, мне выезжать обратно в эту холодильню, потому что сегодня стреляю, сегодня юношеская церковь. Перемешки для сынульки на подхоре. Чай я почти выпила. Вечер проходит хорошо. Скоро придёт София, подруга наша, если кто не знает, девчонкина. и поезда детей в церковь. Вот. Мои подрастельники идут. Готунсеть и церковь. Габриэл, девчонки. Габриэл, девчонкина. Видишь, какой-то первый раз. Пойдём. Анжелике, Жюлиец, губнинг. Вау, сожди, Я знаю. Сожди, этот автомобиль не нужен Жюлитский линей. Сожди, похоже. что Дэнни был дома, мне не пришлось тащить малышей. Итак, я и Трэнси идем за старшими детьми в церковь. Она уже под низом в пижаме. Это самое. А Дэнни со Скалетой Шли Керри, так что придется мне вытаскивать малую на это самое. На свежий воздух. Но она уже в пижаме, если вдруг она уснет. Итак, мы дома. Софию сбросили ее маме. И Трэнси, как видите, она заснула. Так что я ее перенесла из машины в кровать. Сняла пальтишко потихоньку. И она себе продолжает спотрунять. Ура-ура! Я теперь думаю, может, мне пора бы лечь. Хотя нет, пойду монтировать влог. А вам спасибо большое за просмотр. Спокойной ночи. До встречи. И ба-бай.